Сыр один из самых любимых гостей нашего стола. Этот уникальный продукт изготавливают из свежего молока, добавляют специальные свертывающие ферменты и молочнокислые бактерии. Производством сыра занимаются разные страны, а история этого продукта начинается с Древнего Востока. В чем его польза, а чем может навредить сыр, должны знать все любители продукта. В составе этого продукта очень много кальция, фосфора, а также белков животного происхождения. За счет высокого содержания полезных веществ сыр является одним из важнейших продуктов, который ежедневно должен быть на нашем столе. Он отвечает за формирование скелета и мышечной массы в детском возрасте, определяет рост и развитие ребенка. Для взрослого человека это также незаменимое лакомство. Врачи говорят, что кальций участвует в жизнедеятельности каждой клетки организма. В том числе он отвечает за сокращение сердечной мышцы, определяет работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет зубную эмаль, налаживает работу эндокринных желез. Люди пожилого возраста и заядлые курильщики просто обязаны каждый день употреблять сыр в пищу, чтобы не было дефицита кальция. Врачи говорят, что лучше всего кальций усваивается во второй половине дня, поэтому целесообразно есть сыр после обеда. Однако нет официального времени для употребления этого продукта. Самый полезный сорт сыра – твердый. Биодоступность кальция в твердых сырах гораздо выше, чем в мягких сырах. Однако твердые породы имеют жирность 40-50%. Сыр – любимый деликатес большинства людей, в пользу которого не возникает обычно никаких сомнений. Сыр присутствует в меню и детей, и приверженцев диет. Но на самом деле сыры далеко не так безвредны, как принято считать особенно твердые. Во-первых, твердые сыры очень калорийны, от 340 до 350 ккал. Это Моздам, Гауда, Голландский, до 400 ккал. Чеддер, Грюер. Поэтому для тех, кто не желает поправляться, следует контролировать количество сыра в дневном рационе. Во-вторых, эти сыры отличаются большой жирностью. Они на 70% состоят из молочного жира и являются тяжелым испытанием для пищеварительного тракта, особенно детского. В-третьих, в твердых сырах содержится много соли. Ее добавляют для того, чтобы обезопасить продукт от развития бактерий. А человеку достаточно всего 2-3 грамма соли в день. Поэтому не стоит неумеренно есть сыр, ведь соль поступает к нам и с другими продуктами. В-четвертых, следует помнить и о холестерине, который в избытке содержится в твердых сырах. Излишне говорить о его вреде для здоровья, ведь холестерин – причина множества сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, стоит сказать отдельно о сырах с плесенью. Они опасны для людей с грибковыми заболеваниями, аллергиями и проблемами кожи. Ведь даже полезная плесень все равно останется грибком и совсем противопоказана беременным и кормящим женщинам. В противном случае такой сыр может вызвать жар и рвоту. Даже выкидать, считать причиной патологии у младенца. Сыр может спровоцировать мигрени. У маленьких детей на первом месте среди пищевых аллергенов стоят белки к коровьему молока. А сыр – это концентрированный молочный белок. У взрослого человека может не быть аллергических проявлений на коже. Но аллергия может проявиться через мигрень. И причина может быть в чрезмерном употреблении сыра. Кстати, врачи говорят, что все сыры одинаково полезны. Овечи, козьи или из коровьего молока, неважно. Состав примерно одинаковый. Так что выбирайте сыр, исходя из своих вкусовых предпочтений. Если вы не любите сыр, то его можно заменить творогом. Другие продукты питания не могут конкурировать по своему составу с сыром. Об этом полезно помнить тем людям, которые решили исключить животные белки из своего рациона. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!